Введение. Предмет стереометрии. Школьный курс геометрии состоит из двух частей, планиметрии и стереометрии. В планиметрии изучаются свойства геометрических фигур на плоскости. Стереометрия — это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве. Слово «стереометрия» происходит от греческих слов «стереос» — объемный, пространственный и метрио — измерять. Простейшими и, можно сказать, основными фигурами в пространстве являются точки, прямые и плоскости. Наряду с этими фигурами мы будем рассматривать геометрические тела и их поверхности. Представления о геометрических телах дают окружающие нас предметы. Так, например, кристаллы имеют форму геометрических тел, поверхности которых составлены из многоугольников. Такие поверхности называются многогранниками. Одним из простейших многогранников является куб. Капли жидкости в невесомости принимают форму геометрического тела, называемого шаром. Такую же форму имеет футбольный мяч. Консервная банка имеет форму геометрического тела, называемого цилиндром. В отличие от реальных предметов, геометрические тела, как и всякие геометрические фигуры, являются воображаемыми объектами. Мы представляем геометрическое тело как часть пространства, отделенную от остальной части пространства поверхностью, границей этого тела. Так, например, граница шара есть сфера, а граница цилиндра состоит из двух кругов, оснований цилиндра и боковой поверхности. Изучая свойства геометрических фигур воображаемых объектов, мы получаем представление о геометрических свойствах реальных предметов, их форме, взаимном расположении и так далее. И можем использовать эти свойства в практической деятельности. В этом состоит практическое прикладное значение геометрии. Геометрия, в частности стереометрия, широко используется в строительном деле, архитектуре, машиностроении, геодезии, во многих других областях науки и техники. При изучении пространственных фигур, в частности геометрических тел, пользуются их изображениями на чертеже. Как правило, изображением пространственной фигуры служит ее проекция на ту или иную плоскость. Одна и та же фигура допускает различные изображения. Обычно выбирается то из них, которое создает правильное представление о форме фигуры и наиболее удобно для исследования ее свойств. На рисунках изображены два многогранника — параллелепипед и пирамида. При этом невидимые части этих фигур изображены штриховыми линиями. В течение двух лет мы будем изучать взаимное расположение прямых и плоскостей, многогранники, векторы и метод координат в пространстве. Круглые геометрические тела — цилиндр, конус, шар и рассмотрим вопрос об объемах тел. Аксиомы стереометрии. В планиметрии основными фигурами были точки и прямые. В стереометрии наряду с ними рассматривается еще одна основная фигура — плоскость. Представление о плоскости дает гладкая поверхность стола или стены. Плоскость как геометрическую фигуру следует представлять себе простирающейся неограниченно во все стороны. Как и ранее, точки будем обозначать прописными латинскими буквами А, В, С и так далее, а прямые — строчными латинскими буквами А, В, С и так далее, или двумя прописными латинскими буквами А, В, С, Д и так далее. Плоскости будем обозначать греческими буквами Альфа, Бета, Гамма и так далее. На рисунках плоскости изображаются в виде параллелограмма или в виде произвольной области. Ясно, что в каждой плоскости лежат какие-то точки пространства, но не все точки пространства лежат в одной и той же плоскости. На рисунке точки А и Б лежат в плоскости β. Плоскость β проходит через эти точки, а точки M, N, P не лежат в этой плоскости. Коротко это записывают так. А принадлежит β, B принадлежит β, M не принадлежит β, N не принадлежит β, P не принадлежит β. Основные свойства точек прямых и плоскостей, касающиеся их взаимного расположения, выражены в аксиомах. Вся система аксиом-стереометрии состоит из ряда аксиом, большая часть которых нам знакома по курсу планиметрии. Здесь мы сформулируем лишь три аксиомы о взаимном расположении точек прямых и плоскостей в пространстве. А1. Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и при том только одна. Плоскость, проходящую через точки А, В и С, не лежащие на одной прямой, иногда называют плоскостью А, В, С. Отметим, что если взять не три, а четыре произвольные точки, то через них может не проходить ни одна плоскость. Иначе говоря, четыре точки могут не лежать в одной плоскости. А2. Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости. Здесь и в дальнейшем говорят две точки, две прямые, три плоскости и так далее. Будем считать, что эти точки, прямые плоскости, различны. В таком случае говорят, что прямая лежит в плоскости или плоскость проходит через прямую. Свойства, выраженные в аксиоме А2, используются для проверки ровности чертежной линейки. С этой целью линейку прикладывают краем к плоской поверхности стола. Если край линейки ровный, прямолинейный, то он всеми своими точками прилегает к поверхности стола. Если край неровный, то в каких-то местах между ним и поверхностью стола образуется просвет. Из аксиомы А2 следует, что если прямая не лежит в данной плоскости, то она имеет с ней не более одной общей точки. Если прямая и плоскость имеют только одну общую точку, то говорят, что они пересекаются. А3. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей. В таком случае говорят, что плоскости пересекаются по прямой. Наглядной иллюстрацией аксиомы А3 является пересечение двух смежных стен, стены и потолка классной комнаты. Прежде чем перейти к первым следствиям из данных аксиом, отметим одно важное обстоятельство, которым будем пользоваться в дальнейшем. В пространстве существует бесконечно много плоскостей, и в каждой плоскости справедливы все аксиомы и теоремы планиметрии. Более того, признаки равенства и подобия треугольников, известные из курса планиметрии, справедливы и для треугольников, расположенных в разных плоскостях. Некоторые следствия из аксиом. Теорема. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость и при том только одна. Теорема. Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость и при том только одна.